Всем привет! С вами я Роман и сегодня ко мне на обзор попало вот сразу три таких набора. Это различные модификации самолета МиГ-25, а именно модификации МиГ-25П, МиГ-25ПД и МиГ-25У в масштабе 1 к 72 от фирмы Кондор. На самом деле это довольно древние и довольно известные наборы. Из плюсов здесь только низкая цена и наличие внутренней расшивки. Когда-то эти наборчики мною были куплены очень-очень давно, у них была очень низкая цена. То есть в среднем цена этого набора на тот момент стоила, стоил каждый набор что-то в районе 8 или 9 долларов. То есть не сильно много, для бедного студента это было то, что нужно. Тогда не было более качественных аналогов от ICM. Даже та же самая звезда тогда стоила долларов 15, наверное, может 20. И тогда очень давно, лет 15 назад эти наборы покупались. Сейчас, понятное дело, что они уже не актуальны и, в принципе, от них можно смело избавляться. Итак, сейчас одним дублем покажу вам, что из себя представляет каждый из этих наборов. Итак, МиГ-25П. Ну, такая вот коробка с симпатичным бокс-артом. Здесь вот такой вот МиГ-25 нарисован. Ну, и тут другая продукция, допускаемая фирмой Кондор. Как видим, тут исключительно самолеты МиГ. Так, внутри у нас лежит почему-то две инструкции абсолютно идентичных. Итак, первая инструкция. Видим, как она выглядит. Тут описание самолета на трех языках. Русский, украинский, английский. Технические характеристики, меры предосторожности. Условные обозначения. И вот такая вот цветовая схема дается. Далее у нас вот такая вот схема расположения деталей на литниках. Видим, деталей здесь немного. Кстати, когда-то очень давно еще в детстве собирал этот набор. И мне он тогда казался просто идеально стыкующимся. Потому что, ну, мне тогда казалось, что детали между собой очень хорошо сходятся. Как он стыкуется сейчас, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что... Собирая этот набор сейчас, я был бы разочарован. Ну, такая вот схема сборки здесь. Ну, и в конце схема окраски и нанесения декалей только на один вариант. Вот такая вот декаль в наборе. Видим, как сделано. Тут какая-то даже техничка есть, но... Дека как дека. Так, пластик. Переходим к пластику. Начнем по традиции с остекления. Остекление у нас, видимо, такое вот. В меру прозрачное, чуть желтоватое, но очень толстое. Блин, все, с рук валится. Такое вот стекло. Ну, в принципе, относительно еще смотрибельное. Так, далее вот такой вот литник с ракетами. Далее у нас здесь идет вот такой вот литник. Здесь у нас видим крылья. На крыльях, видим, присутствуют утяжины. Но из плюсов видим здесь очень красивый, аккуратный внутренний крой. Расшивка внутренняя реально здесь неплохая. Причем и на крыльях, и на стабилизаторах. Такая вот имитация двигателей. Воздухозаборники двигателя вот такие. Вот нос. А вот на носу уже с расшивкой, видимо, она местами как пропадает. Ее нужно дорезать. Опять же, следы от утяжин. Вот так вот. В принципе, носовой конус. С этой стороны, видим, присутствуют следы от толкателей. Но, как видим, они только на малозаметных местах. Вот здесь единственное, что придется толкатель этот убирать, потому что его будет видно. Какая-либо проработка кабины здесь, как видим, отсутствует. Так, следующий литник. Вот здесь с расшивкой все примерно так же. Но здесь надо бы ее углублять. Причем и на фюзеляже, и на хвосте. То есть, здесь расшивка, видимо, по глубине, но не мешало бы еще добавить. Также здесь присутствуют стойки шасси. Вот такие вот. Сносно проработаны, как для модели этой фирмы. Сами колеса шасси. Вот они. Ну, и вот такое вот кресло пилота. Ну, ушлепское, как видим, максимально. То есть, интерьер здесь не проработан практически никак. Ну, вот, носовая ниша шасси имеет некую проработку. Части кабины. Точнее, интерьера. Створки шасси. Видим, проработанные. Но, опять же, на них есть утяжины, облой и все радости. Ну, основные ниши шасси. Вот так вот сделаны. Ну, опять же, скажем так, для своей цены, сейчас эту модель можно спокойно купить за 700-800 рублей. Модель довольно неплохо сделанная, проработанная. Что я запомнил из детства, то, что все детали к друг другу подходили. Если на моделях от Nova мне приходилось детали подгонять к друг другу при помощи надфиля, наждачки и так далее, то здесь все, в принципе, становилось на свои места. И не было вот этой вот, я не знаю, как это правильно цензурно описать, но, в общем, не приходилось все детали жестко обтачивать. Потому что я до этого, до сборки МИГ-25, я собирал МИГ-29 от Condor. И вот там я помню, что стыкуемость была ужасная. Но эта модель в плане стыкуемости прям вот небо и земля. Так, переходим к МИГ-25PD. Так, что мы здесь видим? Инструкция такая же точно. Вот. Примерно так же выполненная. Такая же схема расположения деталей на литниках. Видим здесь все примерно так же. Вот только один вот этот литничок добавлен. Ну и далее схема сборки. В конце, опять же, схема окраски нанесения декалей только на один вариант. Почему-то они один вариант дают. Не знаю почему, потому что на декале их тут явно два. Вот она декаль. Так, по пластику здесь все примерно точно так же. И остекление, и все остальное. Вот, единственное, что... Вот добавлен такой литничок с какими-то еще ракетами, подвесным топливным баком и еще чем-то. Вот такой вот литник. Добавили, вуаля, другая модификация. Так. В принципе, по этому набору все. Так, вот эти два мы убираем. Остается последний двухместный. С двухместным тут все немножечко интереснее. Я сейчас покажу, о чем идет речь. Так. Достану сразу пластик. Достану инструкцию, декаль. Так. Описание самолета. Такое же. Меры предосторожности. Условные обозначения. Цвета. Все такое же. По литникам. Видим, вот этот литник отличается. И вот здесь вот со стеклением. Все немножечко по-другому. Схема сборки. Такая же. В конце схема окраски нанесения декали, опять же, только на один вариант. Декаль дается на два варианта. Вот так она выглядит. Так. Этот литник абсолютно идентичный. Практически так же замылена расшивка. То есть, ее надо углублять. Ну, все практически такое же. Литник с подвесным вооружением. Такой же. Так. А где пролюбилось остекление? А вот оно. Так. Основное остекление такое же. А вот дополнительное остекление на вторую кабину у нас... Вот. Немножко по-другому выполнено. Но в таком же качестве, в таких же тонах. Видим, как оно выглядит. Носовой конус. Другой. Так. И далее у нас вот литник. С более длинным носом и второй кабиной. Видим, как он сделан. Ну, и на крыльях здесь видим, расшивка, конечно, чуть-чуть более подзамылена, чем на первом наборе. Ну, и так все, в принципе, примерно такое же. Итак, что по итогу. Если у вас нет возможности отдать кучу денег за ICM, ну, у вас есть, скажем так, небольшой бюджет и огромное желание собрать MiG-25 любой из модификаций. При этом полностью отсутствует, как это, инсинк, самосохранение, чувство собственного достоинства, и руки у вас растут из правильного места, то можете приобретать эти наборы. Опять же, наличие внутренней расшивки и относительно невысокая цена идут плюсом этим наборам. По остальным показателям, эти наборы, конечно, уже, скажем так, не актуальны. Представляют из себя ценность, ну, наверное, только если у вас прям действительно нет денег на модель от ICM или от другого какого-то производителя. В общем, тем, кто не боится, к приобретению рекомендую остальным, ну, на свой страх и риск. На этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте, если необходимые ссылочки я оставлю в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok